...людей на земле, как это угодно Богу, послужить друг другу. Потому что когда человек греховный, он старается устроить жизнь так, чтобы как можно большее количество людей послужило ему. Это мы можем наблюдать, глядя на детей. Вот рождается ребенок, и он ведет себя так, а он же грешный существует, чтобы весь дом, вся семья, дедушки, бабушки, мама, папа, старшие братья, все это ему служили. То есть хочу, то хочу на ручки, то это... И он расправляется со всеми с помощью книг. Он хочет всех заставить служить себе. Он тут главный. Все смиряются, стараются ему как-то угодить, либо он не орал. С ума сойдешь, как вот моей маме соседи говорили по бараку, говорят, ну у вас хоть когда-нибудь спит, потому что все время ор. Не знаю, что со мной было бы, живут бы, верно. Ну, это вот такое семейное предание. Я представляю, какая это была мука, потому что в бараке был шлакозасыпной, мук распространялся и на второй этаж, и вдоль по коридору. В общем, ну, люди терпели, но знали, что ребенок, ну что, кляп в рот же не вставишь. Вот, хотя понятно, что хотят. Вот, а потом идет воспитание. Вот христианское воспитание, оно должно выразиться в том, чтобы этот маленький эгоистичный ребенок, который все хочет поставить на службу себе, чтобы он находил радость в жизни, в благодарении Богу за эту жизнь. И чтобы, вращая головой и глядя по сторонам, все время сказал, кому бы, где, в чем послужить. Так и Господь. Он пришел на землю, он сам говорил, я не пришел, чтобы мне служили, я пришел послужить. Причем послужил до смерти. За свое служение, как вот в каноне, который мы читаем на погребении, плащаница Христа Спасителя, там говорится, люди, что я вам сделал? Слепым зрение хромые ходили. За что убило? Он получил от «благодарного человечества» в кавычках смерть, лютую. Но он пошел на это, хотя и знал, потому что, ну, другой возможности не было. Он был на земле в то время единственный христианин. Но он основал церковь, христиан сразу стала дюжина. И потом дальше, дальше. Нас теперь уже сотни миллионов. И вот он нас собрал в церковь для чего? Чтобы каждый христианин, не знаю, если мужчина, женщина, молодой старичок, каждый стал бы маленьким христом. Христианин – это маленький христ, который также пришел в мир для того, чтобы этому миру послужить. Я посылаю вас, как овец среди волков. И каждый христианин должен служить этому миру во всем. Ну, начиная со своей семью, которую он должен из нее создать маленькую домашнюю церковь. Детей воспитать христианами. Не наркоманами, не уголовниками, не алкашами, не матершинниками, не хамлом, не бездельниками, а христианами. Если ты это не сделал, ты не выполнил свою главную функцию. Какой смысл в твоей жизни, если у тебя дети не христиане? В твоей жизни она бессмысленна. Бессмысленна. Как у смоковницы, на которой нет плодов. Ну, что толку? Растет смоковница, на ней нет смоков. Ее только не дрова. В печь огненная. В жизни есть смысл. Вот этот смысл. И вот этому всему служить ближнему своему, благодарить Бога, мы можем научиться только внутри церкви. Почему? Потому что только там собираются люди, которые веруют, что Иисус Христос есть Сын Божий, и каждого слова истинно. Потому что Он сошел с неба. Это мы не сами придумали. Он сказал, а мы им верим. И вот эта вера сделает нас христиан. Поэтому мы внутренние церкви должны устроить так, чтобы мы могли послужить всем остальным. Один строит храмы, другой ухаживает за больными, третий помогает многодетным материалам управляться собственными чадами. Один готовит, другой стирает, один моет. И все это не за деньги. А за что? За ради Христа. Древние христиане даже устраивали такие братства. Они назывались похоронными. Они собираются и хоронили бездомных, чтобы они не валялись на улице, а устроили погребение. Потому что каждый человек достоин. Покойный бомж не может ничего заплодить. Они утратили Христа. Это не было. Они сами себе изыскивали, чем бы можно послужить. Некоторые брали к себе домой больных. Некоторые усыновляли детей. Ну что, ребеночек один. Как тут ко мне мальчика одного привели. И значит, у него умерла мама от рака. Мальчику муж его. Мама покойная. Который сказал, ну это что, не можешь, сын? Зачем не можешь? А второй родной отец. Который, ну у меня другая семья. У меня дети там от второй жены. Куда я его? У меня жена против. У мальчика два отца и никому не нужен. И вот интересно. Привела его врач. Каким-то образом она связана с ним? По-моему, она лечила его мать. И вот интересно. Куда она пришла? Она пришла в церковь. Потому что где можно найти людей, которым нужен абсолютно чужой мальчик? Мальчик, который имеющий двух отцов, он не нужен ни тому, ни другому. А вот в церкви можно найти. Я через сутки нашел мальчику в другой семье. Нашлись люди, которые с радостью. Мальчик хороший, умный. Пришел в дом. Новая мама у нее. Хороший двухэтажный дом. Автомобили. У нее есть помощница по хозяйству. У нее есть другая приемная дочка, которая она уже 10 лет выращивает. Ей уже 15 лет. Хорошая. Я на нее посмотрел. Очень такая воспитательная девочка. У говорит тоже о том, что у нее вот широкое сердце. Даже хватает любви на домашнее животное. Вот. И мальчик очень оказался доволен. И буквально через сутки они так друг к другу относились. Я к ним приехал. Ну, прям вот как родные. Вот. Так что… Ну, это один мальчик. А какая разница? Один мальчик или миллион мальчиков? Для Бога это совершенно не важно. А главное, что в мире должен найти человек, который возьмет и согреет ради Христа. И вот этот человек и есть христианин. почему? Потому что он исполняет завещание данным самим Господом. И вот то, что существует в церкви – посты, всякие молитвные правила, паломничество, посещение богослужений только с одной целью. Чтобы человек умягчал свое сердце, оно становилось милующим, и он свою любовь распространял на весь мир и делал этот мир таким, как его бы хотел видеть сам Господь наш Иисус Христ. Иисус Христ. Вот, собственно, и цель этой евхаристической общения. Для чего человек причащается? Чтобы стать не сволочью, а самым добрым на свете человеком. Вот что такое христианство. А стать-то возможно только причащаясь святых Христовых тайм, читая Евангелие и ежедневно упражняясь в любви. Если мы за день ничего доброго не сделали, этот день, как и у этих отцов, которые отказались от сына, у них жизнь бессмысленна. Пусть они хоть академиками станут. Для Бога это не важно. Двинем ли науку вперед или назад, все равно весь мир сгорит в огне. А доброта-то останется, потому что мы ее унесем с собой. Потому что это качество нашей вечной души. А то, что мы настроим на земле, это все тут останется. Это имеет некоторую ценность, но это не важно. Главное спасти свою душу. От чего? Да вот от этого. Что если ты живешь как все, ты вырастешь обыкновенные сволочи. А если ты будешь христианин, то будешь добрый, заботливый, любящий, терпеливый и благодатный Богу человеку. Чего вам всем желаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, господин Отец Дмитрий, за такие поставленные вопросы сложные и как вы на них так просто ответили вот за час академический. Пока дадим отцу Дмитрию выпить воды, пару минут. Мне вот вспомнилось сейчас братья-сестры, знаете, случай такой произошел позавчера, перед приездом отца Дмитрия. Приходит женщина отпевать. Ну, сейчас редко стали отпевать, может там несколько всего отпеваний за год. Я служу на Кулака, у нас там большой район. Ну, в общем, все на кладбище сконцентрировалось. Приходит она отпевать, все, ну, все там, да, вот как скажете, там, к подъезду, то к подъезду. Пойду к подъезду уже, значит, нарушил, да, так. Дохожу к подъезду. Вот, знаете, человек сто, сто двадцать стоит у подъезда, со всех домов сошли, такие куйбышевские дома, такие старые общежития, вот. И они все собрались. Я говорю, что суть, кто вообще умер? Суть такое, повар, говорит, умер. Повар, вот, как прямо в потеряках. И все, блин, с повара, все эти, значит, кулинары. И все, и все плачут. И стоят, вот она же такая молодая, там, шестьдесят, там, четверг. И так я, значит, ее отпел, все хорошо. Ну, сам прочувствовал, почувствовал себя священником, значит, вот, что добро сделал. И потом эта женщина, которая меня привела, говорит, да, знаете, вот, я повар. Вот она вспомнила, говорит, я тоже повар, но с ней работала. У меня вот такая пришел помысл, вот, я хочу, вот, в церкви вам прийти сготовить. Вот, ну, просто, вот, Христа ради сготовить, как это Дмитрий сказал, что-нибудь, вот, есть у вас такая нужда? И так она меня, вот, как бы, смотрит, так, завооруживает. Ну, конечно, есть. Вот, хотя Дмитрий приезжает, говорю, ну, после завтра. Приходите. А, да, значит, сготовите, сготовите. И все. И вот она сегодня во сколько? Ну, во сколько с утра. Прибежала она, значит, девять часов, там, пока мы к часу на самолет притащила продукты, помощницу. И, как шла, в ресторане, я как всю жизнь в ресторане работала, сейчас на пять, и готовила. Наготовила, мы поели, значит, слава Богу, так вкусно. И, говорит, но она как рада. Она говорит, вот это вы мне дали, вот, какую радость, в общем, нагаду. Вот, понимаете? И это вот было для меня, вот, сейчас маленький шок. Я вот сейчас осознаю. Это кто? Это, я думаю, это будущий член общины нашей, который, я говорю, и вы можете на праздники подать. Только нет, только позвоните, я прибегу. Ну, вы хоть за продукты деньги, мне не возьму. Говорит, пусть за упаковку это будет пойти. Ну, вы вообще прямо. Теперь я вспоминаю дальше. У меня, конечно, есть тоже сотрудники. Ну, там, не пятьсот человек, а как отца Дмитрия, но двадцать пять. Я себе представляю дальше такое разворот события. Ну, попросил я кого-нибудь там, ну, бухгалтера там. Слушай, иди сготовь там вот надо сейчас бухгалтер. Слушай, ты что, я же бухгалтер, я же бухгалтер, ну, куда я буду готовить, вы меня вообще куда... Вы понимаете, как вышел у меня, вот, это компьютер, все. То есть, подошел к другому. Нет, и вот когда человек наставки, вот, в храме, это уже наставки, он уже в каких-то ограничениях, он уже все что-то о себе мнит. Поэтому нам вот все время как-то вспоминать, чтобы о себе не мнить и вот сготовить. Ну, это же ну, такое, что может быть вообще больше этого, как пойти сготовить, там, полы помыть в храме, там, или еще что-нибудь. И вот это теряется, как бы, вот это даст такое желание себя применить. И вот когда это естественно происходит, то оно, значит, так вот происходит естественно. Ну, это просто мысль такая о формировании таких сил. Теперь так, хотел дальше сказать, как могло быть по-другому, извиняюсь, могло быть так, это я вам не придумываю. Это она пришла, так, у вас отпеть там, что, я говорю, отпеть, да, что там, сколько человек, сколько человек один, как он там вывезет, сколько там весит, ты что, так, ну, что там, три тысячи хватит там, ну, вот, примеру, да, так, ну, да, ну, давайте оплатить. И мы все как бы поругались, да, то есть не подружились. И все было, вот, да, тут она понимает, куда, что, что там, на свет, там, по что, ну, пожертвы они, и все, и продолжение дальше, правильно, так. Поэтому мы сейчас вот перейдем к вопросам, но здесь микрофон не надо, и обязательно писать на бумажку, и обязательно, если так вот сказать. Добрый вечер всем, спасибо всем. Хочется поблагодарить, что у нас нашли время. Приехали. У меня, вообще, сложительная ситуация, конечно, не из легких, я понимаю, что есть судьбы и тяжелее мои, но так случилось, что я воспитан в чисто морском коллективе, так как у меня мама умерла совсем, я был в маленьком бонусе, вот тут говорили, что мальчик остался без матери в десять лет, не, ну, я не знаю, посетливилось, не посетливилось, но мне было четыре с половиной года, когда у меня мать умерла, нам было двоим по четыре с половиной, а старший собирался в первый класс. Мы решили с матерью. Трагически померла, ну, как говорится, все мы люди божие, значит, наверное, ну, может, она не хотела в такой раннем возрасте, в сорок лет уйти из жизни. Мне просто хочется задать такой вопрос, вот вы сейчас говорите о том, о нравственности. Мне кажется, что, прежде всего, надо в семью заглянуть. Вот насколько человек, вот если меня отец воспитывал, не делай зла, относись так, как хочешь, чтоб к тебе относились. Я так и поступаю. Разве это неправильно? Вот здесь надо искать корень всех наших бед, несчастья, не пенять, не суй бог. Да, я чего-то не понял. Вот это можно сказать на жизни. Простите, я сейчас поправлю ваш вопрос. Человек, у нас тема, как церковь может изменить человека. Я так понимаю, вы говорите о том, что семья должна менять человека, а церковь может и не менять его. Можно и без церкви быть человеком. Нет, нет, наоборот, церковь должна как бы нам помогать, помочь. Это тогда вопрос. Я просто нет, извините, если вы это не понимаете, может быть хорошо, я сейчас объясню этот вопрос. Знаете, вот если вы вареные яйца ели… Ну, наоборот, 10 все ели. Вот. Яйца между белком вареным и скорлупой – это такая пленочка. Ваш вопрос настолько прост, проще эти пленочки. То есть вы знаете, говорит, не стоит выеденого яйца. Это еще проще. Вы целую историю рассказали. Ну, че ж, спасибо. Расскажу вам про одну мою велкому, которая умерла 38 лет. А вы садитесь. Че, очень, да? Ничего, я обстаю. Ну, как вам будет удаст. Спасибо, я обстаю. Так вот, звали ее Наташа. Она была в 9 лет заболела и слегла. И в 29 лет лежала в кровати, лежа на боку. Ну, понятно, 9 лет женщина и 38. И вот за эти 30 лет, что она лежала, у ней даже и ручки, и ножки не развились. Она оставилась ручками и ножками 9-летнего ребенка. И вот ее заболевание, неопатия, что это значит? Это когда патология всех мышц. Всех. То есть, вот, она не могла сама есть, не могла встать, не могла тебе вернуться с постели, не могла, понятно, дойти до туалета, не могла ничего. Вот. И не могла дышать. У нее в комнате встал аппарат, вот в комнате стола, который качал непрестанно через систолу ей воздух. А когда получалось нарушение в электросети, те, кто при ней был, а при ней непрестанно, круглосуточно меняясь. Был по двое людей. Они сами установили дежурство, сами меняют, а им вручную начинают качать. Пока приходил мастер, и он восстанавливал, ну, или замыкание, там, или что, или сам аппарат выходил в строя, он дорогой, надо было покупать его в ней. Вот. И к ней ходили священники для того, чтобы ее причащать. И я был один из этих священников, и я считаю, что мне в жизни повяло, что я встретился с этой женщиной. Ее положение, ну, в физическом плане, благородное, хуже ваше. А вы знаете, мое положение? Извините. Нет, ну, вы стоите, здесь даже раскачивается, а она лежит. Так вот. Ей помогали люди, конечно, но и она помогала людям. Понимаете? Вот она, вот я не знаю, те, кто с ней оказался знаком, считали, что вот это знакомство, это лучшее, что у них есть на земле. Наташенька давно уже умерла. Вот. Я когда еще был молодым священником, вот, ну, до сих пор, я ее помню, и когда кто-то из моих прихожан унывал, я говорил, да, тебе тяжело. Хочешь, я тебя вылечу от уныния. Поехали на экскурсии в мытище. Я тебе покажу, как люди живут. И приводил к ней. Человек после этого уходил. Веселый, счастливый, доволеный. Наташенька за нее помолится. Человек посмотрит, как люди живут. И она никогда не роптала. Она никогда не говорила, что ей кто-то что-то должен. Она полностью принимала то, что с ней есть. Она никогда не роптала, что, а что это мне, а за что, вот тут одна записка, а почему дети болеют? А почему старики болеют? А почему бы дети не болеют, если мы все грешные люди? Все человечество живет в грехе. Что, в каких грехах? Это страшно вообще сказать. У нас в стране, по неподтвержденным данным, 5 миллионов абортов в год совершается. Мы ходим по проспекту и хлюпаем по крови убитых в ладони. И что после этого хотим? Жить здоровы и счастливы? Ну, это вообще наивно так думает, что же, если мы сами себя уничтожаем, мы и так далее. Поэтому никто, никому, ничего не должен. Но христианин, повинуясь своей вене, об этом я и говорю, он должен жить для того, чтобы помочь собреждению. Даже такой христианин, который не может ни рукой, ни дозволить собреждению. Вот, если хотите, это ответ на ваш вопрос. Ну ладно, пойдем дальше. Почему не все приходы борются с проблемой женщин в брюхах? Ну, что вы спеют? Почему не спеют? Вот наш приход, в котором есть гимназия, два детских дома, восемь церквей, сестричество, братство, издательский отдел, есть радиостанция, есть две передачи на разных телеканалах и на двух радиостанциях. Постоянные передачи, в миссионерской. Но проблемы с женщином в брюх мы не боремся. Потому что, ну, мы не занимаемся такой ерунду. Во-первых, такое суеверное отношение к женским брюхам, оно происходит от густопсового невежества. Потому что брюки – это женская одежда. И то, что в Писании сказано, чтобы женщина не надевала мужскую одежду, а мужчина – женскую, это говорит о трансвестистах. Просто тогда, когда писать в Библию, такого слова не знают. А речь не идет о том, вот, представляете, вот, если мужчина наденет женскую брюху. Это да, это скажет уже… Сразу здесь не будет. То есть церковь не благословляет, потому что это есть одно из видов половых извращений. А не женщина в брюху, то она сдала. А когда водители женские брюки, потом вот мужчины стали… Мужчины-то не ходили в брюхах. Апостол Павел, что в брюхах? Да нет. Римская одежда, а он был римский гражданин, она не предполагала никаким брюхам. Так что люди ходят в одежды, в соответствии, что и не ходят. Мужчин – нощут мужские брюки, женщины – женские, а шотландцы вообще в юбках ходят. Но ни одна шотландская собака не скажет, а что это вы мужики в юбках ходят. Потому что это не юбка, а хилл. Совершенно это мужская одежда. Ноги голые, юбка до колен. Она еще в клетку шотланд. Объясните, когда в Турбии делают земные поклоны в храме. Это написано в любой книжечке, в которой описывается, как вести себя. Когда поклоны делают, когда чего – это вопрос технический. Как быть человеку, если он не может дойти до исповедения? Часто не пускает. Кто кого не пускает? Если не может дойти, то будет такси. Скажи им, да, такси погибется, проводят тебя за руководством. И все. Потом скажи им, где ты и хочешь, что у нас 12-15, приезжай за мной. Я вот так говорил, и вот недавно у нас бабуля приехала. Замечательный. Я говорю, сколько тебе лет? 86. Приехала как барыня на такси, взяла два костыля, пришла. Вот, здравствуй, батюшка, к исповеди подошла, присповедалась. Вот. Я говорю, мы тебе сейчас усадим, прям в центр. Она ее посадила, она на костылях добралась, отсидела. Потом подъехал таксист, говорит, где тут бабушка, заказала такси ехать домой. Все, встала, костыльики, поехали. Все. Всего-то удовольствия. Тысяча туда, и тысяча. Раз в месяц можно. А если денег нет, то я сам заплачу за бабушку. То есть подвижница 86 лет. У меня такая была, безмогая. Одна нога, она потеряла. После войны, кто бы не ходил в зиму. То есть скользко. Вот эта деревянная нога, она как скользила. За 80 лет человеку, она ходила так полтора километра в детишку. Как? Малый способ в этом доме повесить объявление. Я такая старая больная, не могу дойти, проводить или ребят попросить. Полно с машинами. Отвезите бабушку. Ну не каждый день, но раз в месяц-то можно. Ну можно всегда. Да я бы сам свой шофер пошел. Или сам среди тысячи. Это? Не знал. Да, ну пожалуйста. Можно. Можно. Да, да. Я по теме, вот об этом документе, который, видимо, о котором вы нам рассказывали. Он пришел в банк, а я смотрела передачу, всех вот чаток рассказывала об этом документе. И вот, собственно, что там называется, по-моему, Михаил. И он со своими гостями там рассказывал, как это все должно происходить в церкви. Ну вот в нашем камере все так и происходит, как там написано. Вопрос. А вопрос в чем? Значит, я не поняла, как по исповеди быть. Вот лично мне. Там вам по церкви, допустим, как ввести это все, это все понятно вам, да? А вот речь там шла о быстром виде. И вот один дедушка там сказал, ну нельзя вот исповедоваться каждую неделю, допустим, и опять то же самое, и опять то же самое. Ну это так, передача была. Ну нельзя 50 раз каяться, 50 раз мог не жить. Значит, мне так привезут, что 50 раз мы не бросаем. И бросал 300. Ну вот для меня, например, тоже вот такая проблема, допустим, ну что об одном и том же говорить? Или вот, допустим, у меня неделя прошла довольно спокойно, я просидела дома, ничего такого вроде не произошло. А хочется тоже туда идти, а о чем вам говорить? Я вопрос понял. Дело вот еще. Надо различать исповедь и покаяние. Что такое покаяние? Покаяние, когда человек изменяет свою жизнь. Видите, это ментально. Вот как раз то, о чем мы говорим. Он ведет жизнь нехристианскую и делает поворот на 180 градусов ко Христу. И начинает вести жизнь христианской. Вот так называется покаяние. То, что человек обычно, в силу того, что в России в XIX веке, в XVIII исповедь обычно совершал раз в году и раз в году причащался и считал это достаточным. Это было большое заблудование. И то, что преподобный Серафей говорил, что нужно причащаться чем чаще, тем лучше. И по крайней мере, четырех апостанов и двунадесятые праздники, это люди настолько охладели в церкви и причастие, что это звучало так, как у традиционного преимущества. Сейчас другая картина. Мне люди, которые пережили революцию, говорили, что до революции практически у них никто не принесет. Церковь была на каждой улице по две, а на руку звучала. Получается, в службу идет, в большую службу, и в большую службу, и в большую службу. То, что люди хотели далее исповедоваться, охладить. А как революция случилась, когда церковь началась гонить, церковь наполнена с причастниками. Но возникли гонения на церковь. То есть, как в древние времена. Если ты хочешь быть христианином, ты рискуешь. Ссылка, тюрьма, а могут вообще и убить. Потому что активно верующих отлавливали, судили и расстреливали. Беспощадно, без суда и практически без всякого следствия. А следствие обвиняло вообще в какой-то там чапути. Обвиняли, не знал во что. Потому что христианин – это тоже такая религия. Она безбожная, но все равно отношение к другим религиям, как к конкурентам, и ненависть, и злоба, и все, что... Так вот, то, что вы называете исповедью, на самом деле, эта монастырская практика называется откровением полностью. Это совершенно особый вид аскетики. Для людей, которые регулярно причащаются, перед каждым причастником исповедью, она не нужна. Да так. Вот, взять мальчик, вот что, перед каждым причастием исповедуются? Нет. А чем мирянин отличается от священника? Ничем. Все правила церковные, а не ко всем – епископам, священникам. Просто мы сейчас находимся в эпоху смены практики. Исповедиться нужно тогда. Ну, зарезал в час, когда вот. Надо покаяться. Потому что, когда я зарезал, я выхожу из церкви. Христианин не может никого убить. Это смертный век. Если ему хочется соединиться с церковью, он должен покаяться. Он должен нести эпитемию. В России до 17 века человек даже с войны пришел. Его получали от церкви на год. Он постился, считал покаянной экономией. Потому что он вынужден был убивать людей. И тогда его церкви. Опять сам. Вольно, невольно. Так что ты не разбойник с большой дороги. Все в процессе жизни меняется. Поэтому, если человек регулярно ходит в рамках, причащается, то, если, допустим, он причащался в пятницу, а желает причащиться в воскресенье, зачем ему исповедоваться, когда он полтора дня назад исповедовался. Нет никакого умения. Если человек, ну, привык там, ну, привык, ну, напиши, вот, исповедь. Потому что он следит за собой, он видит. Но одно дело, поворот ко Христу, а другое дело, потому что есть грех, а есть прегрешение. Потому что есть грехи невольные. Ну, подумал, увидел, осудил. Вдруг возникал помысл зависти. Ну что, все покаяние будет, Господи, прости, и грехи. И все. От того, что ты сказал, не сказал, это монастырская практика для чего, когда люди внимательнейшим образом следят за собой. И там, у каждого духовника, их несколько, в монастыре, раньше было так и брать. Они все помыслы, что только в голову приходило, они исповедованы для того, чтобы чисто молиться. Люди, живущие в миру, ну, это невозможно. Это глупо даже стараться. Это все, что, работая там в литейном цехе, заниматься Иисусовой молитой. Если ты хочешь быть монахом, иди в монастырь. Если ты хочешь на семью из семи человек зарабатывать деньги, иди лей металл. Это совершенно другой образ жизни. Вот и все. Пойдем дальше. Вот еще молодой человек. Так, он живет. А вот мой вопрос такой. Вот, допустим, если человек хочет покаяться, да, хочет поиспорядоваться, иметь свою жизнь, но его гордыня, да, вот, которая всю жизнь, он не испорядился, не похищался всю жизнь, не пускает его, он не может в течение, как бы, ну, прийти и не отказать. Само обычное дело. Как он может пустить его? Как переосилить эту Божию? Переосилить? Простейшим образом. Господи, помоги. Другого нет, только имя Божие призвать и действовать согласно тому, что понимаешь, что есть правильно. Это как в зубном рвачу. Ну, знаешь, что будет сверлить, ничего приятного в этом нет, но если не хочешь воспаления, надо костюмить, идешь и лечишь. Можно ли разводиться, если брак венчан, а муж прав не ходит, и лада в семье нет? Есть такая книжка, называется «Основа социальной концепции русской православной церкви». Там перечислены причины, по которым можно разводиться. В этом очень небольшой перец. Но он есть, если человек. Тут ничего не указано, как и сам не ходит. Да, нет, брак венчан. Венчан, не венчан, это не играет роль. Важно совершенно другое. Если человек выходит за ним или женится, он берет на себя ответ перед этим человеком, с которым он заключает браку, перед своим детьми, перед своим народом, частью которого он будет, если он венчается и перед церковью, и перед Богом. Это нельзя просто, вот, замуж вышла, а потом ушла. А что там мне, знаете, не понадобится, храпит. Это не является аргументом. Аргумент тоже, если уже развод, такие случаи были, ты замуж выходил, ты смотрел, а нацикл не видел. Раз ты замуж вышла, ты не ссёшь ответ. Так что, это надо, к праву относиться, к целирую. сто лет назад разводов не было, только в высшем свете. И то с благословением императора. А не просто так. Это только при советской власти началось, когда разрешили, там по восемь раз, по шестнадцать женились, разводились, сейчас поменьше умерли. Ну, это не есть отношение к ним в браку. Это безответ. Человек рождён для радости или для испытаний? О! Великолепный вопрос. Человек рождён для того, чтобы с радостью преодолевал. Почему мало счастливых людей? Потому что они преодолевают испытания без радости. Нужно ли венчаться с невоцерковлённым, нежелающим причащаться и поведом? А зачем венчать? Родные мои, венчание – это не магический акт. Что-то там случилось. Нет. Венчание – это есть благословение двух христиан разного пола на создание и строительство домашней церкви. Если человек не христианин, как с ним строить домашнюю церковь? Это невозможно. Поэтому христианский брак был возможен только между двумя христианами. Потому что христианский брак – это строительство домашней церкви, а не случка ради рождения детей, ради ведения совместного хозяйства, ещё какой-то химии. Совершенно другая цель у христианского брака. Это строительство домашней церкви, где муж есть священник, Бога Вышнего, жена – диакон во всём Ему помощником. Бог и создал жену из ребра Адама как помощника из них. А дети – это есть народ Божий, который отец как священник и диакон, жена, Ему помощник должны воцерковить и сделать их христианами. Вот цель христианской жизни. Вот это христианство. Венчаться или не венчаться – что за магия такая? Да во всём должен быть смысл. Вот креститься, потому что бабка отказывается заговаривать греху. Стать членами церкви. Если человек в Евангии никогда не читал, в церкви никогда не был, зачем ему креститься? Чтобы быть крещёным? Ну ладно. Гитлер крещёный? Крещёный. Армакс крещёный? Крещёный. Ленин крещёный? Крещёный. Сталин крещёный? Крещёный. Берия крещёный? Крещёный. Держинский крещёный? Крещёный. Ну и что толк? Крещёный. Что? Рубская тоже крещёный. Рубская и Венчина. А что толк? Есть совместные дети, другого уже не будет. Венчание – это не магический акт. Церковь не может. Церковь доверяет мне. Приходят люди, мы вот дозрели, хотим повенчаться, хотим... У батюшка же... У неё часто нет возможности. А как ты вот оставлял? А как там то, сё? Слышный, Максим. Как бы доверяешь? У меня был случай в Молдии. Ко мне одна пришла женщина, говорит, батюшка, вы меня простите. Вот. Вы меня венчали, а я в то время не была крещёнка. То есть, человек пришла венчаться, даже не знала, что нужно вообще быть крещён. Ну, то есть, в голове вакуум. То есть, зачем венчаться? Как это? Это всё, что собаку с котом венчать. Это что, дедиктор? Как же это? Есть, чеки, христиане. Мы будем молиться, чтобы благодать Божия сошлась. Славу и честью венчай я. А Господь шёпкан с неба. Если человек не христианин, ты можешь обмолиться. Святый Дух не сойдёт. Это пустая профанация. Совершенно неиндействительная так же и крещение то же самое. Таких крещёнок, вон, полцарицы выходит, а что толк? Не только в церкви никогда не было, ничего не знает, не понимает, голова полна всяких суеверий, в какие-то секции забредают, потом не знают, как их оттуда выскрести и так далее. Вот они, крещёнок. Толк-то что? Это то, что ребёнка родительна, по-моему, и выпрось. Родить это и коза может. А вот человека воспитать христианина может только христианин. Церковь – это для христиан. Понимаете? А я хочу венчаться. А я не хочу тебя венчать. Ты об этом не подумаешь? За деньги, правда, всё равно. Почему рождаются больные дети и печали? Как вы видите, судьбу Киевской, Печерской, Лавры в связи с украинскими событиями. Это очень просто. Была, есть и будет. Печерская Лавра столько событий. Если уж мы большевичков пережили. Как вот, у меня был один такой прихожанин, который, ну, когда советский власть учился, ему было 27 лет. А я с ним, когда познакомился, у него было уже 90. Вот. И когда рухнула советская власть, он со слезами на глазах опять воцерковился. И он прожил до 94-х и все 4 года со слезами причащался. Сначала в храм приезжался, его сынок привозил, а потом уж я на дому он уже росла и причащал здравому метку. Но я не думал, что я дождусь. Я думал, что это навсегда. И вот дождался, слава богу, что вот этот на стопу у него был такой скук. Он столько в жизни пережил этот ужас. Вот такой у него был испуг. И вот дождался. Так ну все, все проходит, он вам расстоит. Ну что, не знаете, кто там в Киеве-Петерской Лавре лежит? Киевские угоднички наши. Вот какая силища благодатная. Что там какие-то там людистские, тараканчики, безмозглые. Как узнать волю Бога, выйти в монастырь и создать семью? Очень просто. Надо начинать с монастыря. Ничего смешного. Если человек для того, чтобы подготовиться к семейной жизни, пройдет какой-то период времени монастырскую школу, как на муси, это вообще такая была практика. Более того, очень часто молодые люди сразу после венчания отправлялись в полумущество, как теперь говорится, в медовый месяц, в монастырь, где постились, просили Господа Бога, просили братьев монахов или монахи в женские инстрии тоже приезжали, того, чтобы их молитва укрепила их для строительства домашней церкви. И потом уже в монастыре возгрев свое сердце, с молитвой начинали строить свои семьи. Поэтому, если молодая дева, а это женский почерк, хочет подготовиться к браку, отлично, пусть в 17 лет поживет в монастыре, годах там 3-5, испытает себя. Если в монастыре ей так полюбится, что уже женихи вылетят из головы, ну, осталось в монастыре. А если продолжают желать семейной жизни, трудов, о которых апостол Павел говорил, мне вас жаль, будете иметь скорбь по плоти, сам он девственником жил и умер, семейная жизнь это трудно, весьма, потом, не знаю, разводиться или нет, вот, нечаться или нет, это дело, хлебушка это совсем не сладкое, вот, в монастыре в этом смысле попроще, вот, тогда и решать, воля Божия через это и явится, как воспитывать подростков, это поздно, воспитывать надо ребеночка еще до зачетки, выбирая себе муку, который, вот, видишь, мужик, хороший, настоящий, добрый, любящий христианин, вот, я хочу, чтобы мои детки были похожи на него, вот, вот с этого начинается воспитание своих будущих детей, а подросток это уже все, опоздала мамаша, написано поздно уже, правильно, в детстве в церковь водили, то, что это, бык, что ли, надо не водить, это, каждый дурак не водить, надо воспитывать, учить, прежде всего, добрым примером, в 15 лет сами в церковь не идут, личным примером поздно, правильно, поздно, раньше надо было, да, да, ко мне каждый день приходят, вот, 15 лет, что с ними теперь делать, извините, это, я всегда привожу например, с Макаренко, к Антону Макаренко пришли, говорит, вот, у нас ребенок 7 месяцев родился, как нам ее воспитывать, вы так поздали на 7 месяцев, потому что, самый важный период в жизни человека, это до года, второй важный период, вот, с года до трех, третий с трех до семи, с четвертый с семи до десяти, пятый с десяти до тринадцати, вот, если, все периоды, зная, что происходит с ребенком в этом периоде, соответственно, к этому знанию воспитывать его, тогда в 15 лет не будет проблем. Нужно ли организовать спортивные мероприятия с этими прихожанами, если есть возможность, но у нас на приходе есть спортивные заны. Молодцы, хорошо. Мы, горожане, нам вообще не хватает движения, поэтому спорт, он компенсирует. Если мы были крестьяне, нам, конечно, спорт не нужен, потому что там в кадр с утра это и крепкие, и сильные, и выносливые, и бодрые, и так далее. А для этого всех горожан спорт не необходим. С целью привлечения молодежи в здоровый образ жизни и православной культуры. Ну, эта задача, конечно, что-то странная. Привлекать молодежь нужно чем? Тем, что относиться к молодым людям с любовью. Потому что им не хватает в родительском тоне любви. Они не очень там нужны отставим вот там мать, вот он чего там и вот чего нужно. В какой форме это уже не так важно? Как вы рассматриваете науку телегония? Такой науки нет. Теория есть телегонии, которая не подтвердилась научно. Закон Рита я не знаю. Волновая генетика это я знаю. Это собачье чудо. Вот. Ну, и все остальное. что там пишет Петр Горяев. Закон это я такого тема не знаю, поэтому откровенно говорю. Расскажите, пожалуйста, о жестком поведении в экстремальном стреле. Тюрьма, армия, бизнес. Как нужно вести себя христианин, когда нужно выгрызать место под солнцем? На это не я, Христос сказал. Я посылаю вас не как волков среди овец, как нужно выгрызать, а я посылаю вас как агнцев среди волков. Кстати, я тюрьмой занимался 10 лет. Был во многих тюрьмах, не только в российских, даже в американских и в английских. Смотрел, как там это устроено. Даже нашел в США такую тюрьму, где вообще никто не курит. Можете понимать? Не обслуживший персонал, не сами сидели. А там вообще страшные сроки. Самая жестокая вообще тюрьма, по-моему, в Америке. И христианин должен быть всегда христианин. А выгрызать это место под солнцем, место на школьнике, это совсем не наша задача. Да, слушаю вас. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Дорогой батюшка, спасибо Христос вас, духовная стойкость вам. Вопрос такой. Преподобный батюшка Серафим книги... Нет, это не вопрос, это повествование. Нет, нет, я просто... Объясняю, что это вопрос. Вопрос, и это предложение построено в вопросительной форме, на письме выделяется вопросительным знаком. Это же книга. Конечно, конечно. Все, поехали. Книга цели христианской жизни, и там говорится о благодатии, о стяжании, благодатии. Да я в курсе и делаю, вас на свете не было, когда я... я не сомневаюсь, батюшка. Ну, так что можно это рассказывать? Следующее, что есть цели для стяжания благодати Святого Духа? Помимо причастия, конечно же, соблюдения заповедей... Батюшка, просите, еще момент, вот... Нет, нет, вы давайте с этим вопросом разберемся. Я не понял вопрос. Какие средства для стяжания благодати Святого Духа? Понял, отвечать. Есть, дорогие мои, четыре источника благодати Божьей. Первое, таинство Церкви. Человек получает благодать из Таинь. Какое таинство он не совершает? Венчание, хератония, посвященная Священная Слава, таинство покаяния, евхаристия, таинство покаяния. Любое таинство Церкви это источник благодати. Второе, чтение, изучение Священного Писания. Господь нам заповедил оно свидетельствует о мне. Когда мы исследуем Писание, мы просто читаем тупо, ничего не понимаем, а мы должны каждое слово пропускать через ум для того, чтобы оно вошло в сердце. Третий источник это молитв. Когда мы стоим перед Богом и молимся Ему, что благодать Божия касается нашего сердца. И оно может в сердце на нас открыться, что Дух Святый войдет в сердце и будет сам Дух Святый внутри сердца молитв. И четвертый источник, последний, это есть добрые дела христианские. Господь сказал, болен был и посетили меня. Можете сами проверить, посетите больного человека, побудьте нюхуду, поймите с ним, может быть, что-нибудь ему принесете, утяжьте его своим посещением, отвлеките его от его болезни, хотя бы на этом числе. А потом, когда вы закроете дверь палаты, посмотрите в свое сердце, вы почувствуете, что вы сделали очень великое в жизни и такое умиление. Хотя бы ничего не сделали. Ну, съездил Бог, потратил общий собственный ничего такого великого нет, но сердце почувствует благодать. И каждый раз, когда вы заступитесь за одежаемого, оденете, который не имеет одежды человек и так далее. Даже ну просто позвоните кому-нибудь и поддержите. Вы сердце если будьте внимательны, почувствуйте присутствие благодати Божьей. Вот четыре источника. Так что вперед Россия. Да. Даже как для древнего. Что-то и дело. Люди не меняют. Меняют наш язык форму одежды. Ну кроме нашей. У нас она традиционная. Сейчас он так не ходит. А мы упорно за свое держим. Мы так не пряним. Ну и то в домашней обстановке мы уже в подресниках не ходим. На нас это тоже влияет. Вот. Смирение это есть стяжание мирного духа. обычно человек грешник он в состоянии духа возмущенного. Дух вот ну как рябь на воде. А смиренный дух это как гладкая поверхность озера. Когда не ветер камни. И вот человек должен достичь состояния души когда его ничего не возмущает ничего не смущает как он знает что ему делать и он вот открыл окно где или там ночь буря или шти ядерная война или перемирие он в состоянии мирного духа. Только в таком состоянии человек может не лишить. А обычный человек который не знает духом он либо в гневе либо в зависти либо в осуждении либо в роботе он все время в каком-то кипении и морда у него такая злая аффективная и так далее. Мы должны все время стремиться духу мира и бороться со своими страстями для того чтобы наш дух умереть . Да в современном мире есть конечно всего христианин может по возможности в том мире в котором ты живешь там разводит дом устраивает во руку атмосферу ибо блаженный мир творится мы должны этот мир стараться излучать как христианин чтобы люди другие видели нас как представляет отца нашего которого есть дали может лень передаться через гены но с помощью благодати божией можно преобразиться настолько что преодолеешь генетическую здоровье здоровье вам за детей тоже можно подать записку здравие вам за детей тоже можно как подружиться со свекровью если рабочие вернует сына к жене активно участвует в жизни сына усложняя его отношения с женой в гостях не как это невозможно можно попробовать ну как всякая женщина она любит подарки знаки внимания может быть ну а сам это возможно я вот наглязаю одну картину недавно на мальчик о том вы что замуж а свекровь тяжелейший человек и как она с ней управилась за полгода стала свекровь шелковая это просто удивительно вот такое влияние настоящей христианского отношения а даже умность это умная дай бог каждому то есть это возможно но трудно потому что ревность это страсть а как один человек может избавить от страсти другого это не реальность но нужно вести себя так чтобы свекровь поняла что ее любимого чада никто не отнимает наоборот наоборот что мы вместе хотим он достиг еще больше счастья если она бабушка это поймет то может она и будет рада надо чтобы она стала союзной воевать с ней но это все развод обеспечивает что вы можете сказать про царский поклонный крест где вместо Иисуса икона царя Николая Скарла ну что я могу сказать это ересь конечно но это у нас и на кладбище очень часто крест а на кресте изображение усопшего это неправильно ну понимаете у нас вот страна христианская по истории но наш народ настолько окоммунистичился что он забыл веру в христианство ну вот представьте себе картину сто лет назад чтобы в храм люди так перлись свинками их там или цветы клали на гроб да ни о нем священник этого не допустил а сейчас отстал чуть там необязательно все что из церкви полагается сжих вот цветы свинками вынесли надо их сжечь уже на церковной дворе это уже не подлежит профанному использованию а у нас языческие обычаи это эти черные платочки идиотские погребальный цвет у православного белый священники в белом же облачении они в черном открывают и тут надену стоит в брюках в красной кофте и сверху еще черный платочок ну сходи к Васильеву на передачу пусть модный приговор узнай как надо отец нельзя же это забрать что вы можете так это было скажите кто там возмущает ну громче иди сюда потребальная служба продает черные имена ну какой бы священник научил сейчас тогда все бросим пойдем учить всех бизнесменов не научат если мы перестанем всякую юридию покупать они перестанут ее делать а то я тут дающе хоронил своего друга мы с ним знакомы были 45 лет и там значит командует этот самый запрещенный делмастер так-так сюда там дети грубые несут что это чушь гору кому нести гробь всякак не с целью он говорит да а она я говорю я знаю но вы хотите не с писами чтобы лишние деньги взять бизнес есть бизнес но на каждый чих не на здравствуй вот опять священники должны ходить сама да объясни сейчас сплетня тут у нас женская компания как в церкви и сплетня женщина очень любит семью вот сплетня вот всем интересно скажите пожалуйста это правда что от Андрея Кураева решили звание профессора и за что а ты не правда не решили здравствуйте в интернете я видел видеозаписк с вами где вы рассказываете почему человек находится в аду здесь и сейчас что а здесь на земле огромная крылька пустаянка да вот человек когда находится в гнезде он находится в аду когда человек находится в зависти он находится в аду когда человек сжираем сребролюбие он находится в аду и когда человек уже будет в окончательную в аду он также будет сжираем собственными страстями они будут сжечь потому что ну представьте себе человек ну какая страстями ну допустим самое распространенное у нас чрево угодим и вот душа его покидает тело и он не расставшись на земле пока жил с чрево угодим душа отлетела от тела и душа требует еды а куда класть еду если тело там дорогу осталось на земле и он мучается он испытывает адские мучения поэтому человека постоянно мучают все восемь страстей и тщеславие и тщеславие и тщеславие и церебролюбие и глупость и уныние и так далее он живет и христос как мы дарим вам докладали пришел за землю чтобы нас от этого избавили для этого церебролюбие дал нам мудрость и научил нас как стяжать святого дуга семья ружица муж ушел в который раз а я вижу что он не хочет делать зло и плохо мне а все равно делает зло больно ребенок умер в утробе на 8 месяце порог сердца очень тяжелый что делать умер храни а с мужем надо обязательно начать разговаривать все 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 прояснил можно на это потратить не одну даже ночь вот и тогда потому что мир и сама семья перед Богом это очень большая драгоценка для этого стоит постараться могут ли христиане исповедовать йогу использовать йогу в качестве утренней гимнастики как гимнастика можно все остальное я бы не рекомендовал потому что это для многих кончается сумасшедшим домом а там не сладко я также 10 лет ходил в такой дом для психохроники очень тяжелая жизнь там попадались люди которые практиковали йогу в полном комплекте веков завит очень часто встречаются события связанные с убийством правильно как лучше детям в воскресной школе бывает объяснить рассказать об этих церкви однако чтобы не оттолкнуть концерты но мы будем о христе во первых читать не библию потому что это для даже взрослых людей очень к ним сложно начать со священной истории детского завита желательно для детей там уже умные люди изложили приемлемый для детей как относится православная церковь к лечебному голоданию церковь не имеет никаких высказываний по этому поводу по крайней мере мне неизвестно как можно смириться родителям когда по беспределу посудили единственного сына 7 и 60-х годам лишения свободы за преступление которое он не совершал по слову господа стучали во все двери вплоть до президента но повсюду не пробивается стена на все воля Божия нет не на все воля Божия только есть на добро как здесь быть в нашей стране вот пока мы с вами говорим около 100 тысяч человек невинно сидят в стыд говорю это официально как человек знающий что он говорит Бог как это относиться как относиться можно так Христос сидел в тюрьме не видно апостол Павел сидел в тюрьме не все апостолы сидели в тюрьме не все новомученики исповедники российские сидели в тюрьме невинно без воли Божией голоса на голову человека не падает раз это произошло то есть Господь таким образом дает этому человеку молодому надеюсь задуматься над своей жизнью и поискать в своей биографии почему Господь для него избрал такое испытание обычный человек находит если он будет с кротостью степень переносить это испытание то через три с половиной года и три месяца пойдет на ульту ульту это условно досрочный смысл и часто парни приходят вот так вот грозит тюрьма и говорят ты покайся найди в своей жизни те грехи потому что любение и на вас где-то они делали такого за что тебе сесть мало делал я говорю ну это лучше ты садишься не за то что тебя обвиняют а за то что ты делал власть так то если покаешься можешь условно получить вы знаете большинство условно получаешь если серьезно покаешься ну иди больше не длишь невинный это только в том случае что за это не если по закону хамурапи был такой царь вавилонский может и так матери родной хамит что тебя убить мало вот посидишь и будешь писать мамочка как я тебя люблю как ты все правильно я теперь тебя ценю вот давай впитывай вспоминай как ты относился к мамочке которая тебя родила скормила вырастила учила как могла а как ты относился вот ты сиди вспоминай отчий дом родную мучу который тебя без папочки старался тянуть вот так так что если муж и жена жил в гражданском браке это считается великом понимаете такое дело в гражданском браке как сейчас это называется вообще гражданский брак это тот не венчанный на который зарегистрирован секс а как сейчас называют гражданский брак это просто сошлись это называется незаконная сожлись конечно грех прелюбдеяния по законам церкви полагается отлучать на 20 но это да правда это и гражданский брак не надо венчаться если он христианин и она христиан тогда они сами поменчаются такой перед ними вопрос не стоит вот я христианин я женился на христиан перед нами не стоял вопрос венчаться или конечно венчаться у нас родился ребеночек у нас не стоит вопрос крестить его не крестить я крещен жена крещенная мы в церкви входим крещаемся ясно что наш ребеночек каждую неделю на протяжении всех своих лет это не потому что это надо а потому что это наша жизнь когда мы молимся ко Господу за усопшим как происходит помощь понятно если молитвы истинные как помощь Господь свою благодать вся помощь Божия происходит через благодать а молитвы наши возносят к небу наши ангелы или те святые которым мы молимся Господь послал на землю четыре основных рак закон рита опять запрещает допустим негров жениться на русской и т.д. чушь собачка если бы нельзя было негру жениться на русской тогда Господь бы отделил и брак бы не было возможно а у меня в приходе есть и одна негритяночка и два мулата и прекрасные и женатые и детки украшенные правда назывались но хоккеист замечательные как защититься от колдунов само желание защититься от колдунов говорит о том что человек не верует в святую троисть а? астрологи что за наука это не наука это чушь собачья это люди считали наукой когда они не знали астрономию понимаете астрономии говорят о созвездии а созвездии нет они думают древние астрологи что есть небосвод а по нему елозят планеты там вот и они высчитывали тогда что а созвездие нет эти все звезды которые мы видим находятся совершенно в разных плоскостях просто есть проекция звезд на сетчатку нашего глаза они до одной 6 миллионов святых лет другой 14 если ты отлетишь на Луну то совершенно другая картина будет нет никаких созвездий нет а с Марса смотреть там другие созвездия никаких медведиц нет ни больших ни малых о чем речь это ну так же как демократия для полных дураков чтобы народ когда-то был у власти ну как собрать бабы они там выкарать и из этого будет законодатель смешно чушь собачья ну Глобу я уважаю он на дурагах бизнес делает но извините я все-таки хоть не долго на математическом факультете учил астрологии это для пола дураков не не которые не учились в 10 классе и не учили астрономии ну купим учебник почитаю за всех нужно молиться оздоровить ну что за всех за кого хочешь то сердце не лежит например за кого-то как правильно не лежит не молиться господи чтобы по совету христианина прихожая занимающиеся миссионерской деятельностью любить эту деятельность будет 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 эффект потрясаю нам 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 с мужем И церковь не может, так сказать, покрывать ваше невежество финансовым проблемам. Кредиты берут только, ну, не буду в этих ток. С нашими банками вообще стягаться, это остаться без штанов в расцвете силы. Если родные ушли в христианскую общину с монастырским уставом, который часто нарушается этот устав, чем помочь? Кстати, помочь с мягким знаком. Я понимаю, что прежде всего молитва, но можно ли открывать глаза? Бесполезно. Причем что-то делать, что-то подумать. Понятно, что это не так. Где проходят ваши встречи в Москве? Нигде, только ФРМ. А так, в интернете есть у меня мультиблог www.dimitri.gov.ru Нажимаете, там все мои проповеди выложены, все мои телерадиопередачи. Слушаешь любую. Иногда появляется желание поехать на кладбище и убраться на чужой могиле. Ну, что ж, это вообще-то не плохо. Только лучше это делать пораньше, чтобы не встреться с родственниками. Нет, ну, правда, потому что, ну, знаете, я так урожаю, не так понятно. Поэтому это очень хорошо. У меня есть одна прихожанка, не буду ее говорить, как зовут. Она постоянно есть на могилу, где похоронена моя мать. Там у меня отец, дед, крестная, дядя и тетя. Ну, весь наш семейный могил. Мы готовим к кладбище, знаю, что мы ездим. И там вот, ну, в такие дни, потому что мы с братьями всегда приезжаем на могилу, там, в день рождения, семьянин, отца, матери. Вот, служим, там, в санихиду, поем, вот. И смотрю, там, ну, видно, что человек, что там, один. Ну, и что ж, я очень даже благодарен. У меня на это уже, как бы, силы у меня остаются. А так бы хорошо. Так что? Ну, люди по-разному бывают. Так, поделитесь самыми запоминающимися воспоминаниями о известных фактах, которые бы знакомы были. О, это надо книгу писать. Ну, например, вот есть такая толстая книга про отца Павла Груздера. Знаете, пожалуйста, там, по-моему, даже что-то взяли из моих воспоминаний. Или вот сейчас о отце Викторе Шопова Груздера вышла книжка, свежая еще. По-моему, он институт на Гастерской издал. Там тоже есть эти воспоминания. Потом книжка про отца Ивана Христиан. Тоже там, по-моему, что-то есть. Есть еще я знал одного старца, отца Тавриона. Но о нем я ничего не писал, не говорил. Уже я стал к нему есть. Мне ему 19 лет. Выдающийся старец. Очень прозорливый. Помню. Вот самое яркое воспоминание. Я приятный книжку такой, что я у него страшно. Помню, как сейчас 4 пункта было. Первый, второй, тридцать, четвертый. Все, чтобы ничего не вылетело из головы. Но он выходит на пробовать во имя отца Иосина, если так думать, народ смотрит. Хром маленький, все слышно. И начинает не по пункту. Первый, второй, тридцать, четвертый. Я прямо обомлел. Вот такое воспоминание. Ну все, спасибо за Ваше внимание.